Мария Максакова, оперная певица и бывшая депутат Госдумы, подключается к нашей беседе. Здравствуйте, Мария, рада вас видеть. Мария, очень рада вас видеть, здравствуйте. Здравствуйте, взаимно, я вас приветствую. Мария, расскажите, пожалуйста, чем Хуснулин настолько полезен Путину, что вот мы даже можем себе, знаете, гипотетически представить, он ему еще выделит бюджет на, возможно, стройку в Бахмуте, учитывая то, что недавно его как раз там видели. Напомню, в городе продолжаются бои, город находится под контролем вооруженных сил Украины, несколько кварталов, конечно же, находятся сейчас под контролем российских оккупантов. Но что это за безумие? Человек, который занимается стройкой на оккупированной временной территории, кажется, что везде хочет немножко заработать? Или с чем связана его активность? Смотрите, вообще стройки на оккупированных территориях, это для них лакомый кусок, потому что после того, как вооруженные силы Украины освободят эти оккупированные территории, ни один прокурор не придет с проверками. И эти средства, которые, естественно, они там распиливают, бесследно улетучатся без последствий для вот этих казнокрадов. Но я думаю, что если уж мы говорим про Хуснулина, то давайте начнем чуть раньше. То есть откуда он взялся? Его Собянин взял в Москву, и он возглавил самый коррупционно емкий, что ли, пост. Вот он получил должность в правительстве Москвы, возглавив, ну стал, так скажем, куратором строительного блока Собянинской мэрии. И на этом посту он сменил другого знаменитого бессеребряника Владимира Рейсина. Владимир Рейсин примечателен еще и тем, что ему приписывают отцовство знаменитого бастарда-рукосуя Леонида Слуцкого. Ныне они оба коллеги, я так понимаю, что они теперь все еще заседают в Госдуме. И вот этот Слуцкий был как-то раз даже направлен России в качестве контактера вот в этой контактной группе. Ну, я с трудом себе вообще, так сказать, попытаюсь вот так вот для самой себя просто разложить, с какой целью вот это нечто с такими-то тем более талантами было отправлено в качестве переговорщика. Ну да ладно, я вам скажу так, что после того, как, в общем, пришел Хуснулин на эту должность, то, разумеется, он сразу же потеснил выкормыши Рейсина. И вот для этих выкормышей я вам хочу сказать, что вот незваные гости из Татарстана оказались даже хуже самого Хуснулина, потому что он действительно завел татарских игроков, которые, ну, очень ловко справились со всеми вверенными, так сказать, им стройками, ну и, соответственно, те другие остались без работы. Надо сказать, что мало кому известно, что среди прочих талантов Хуснулина у него есть еще и значительные рейдерские способности. Именно под его руководством, как главы строительного комплекса Москвы, была разгромлена, захвачена крупнейшая строительная компания и девелоперская Сергея Полонского «Мирекс Групп». Причем этот Полонский, он знаменит не только стройками, но и довольно, ну, так сказать, экстравагантными высказываниями. Где-то на какой-то вечеринке он как-то велел всем, у кого нет миллиарда, отправиться в легкое эротическое путешествие, указал адрес. Потом, правда, извинялся за свое высказывание. Ну и благодаря, собственно, усилиям у Хуснулину он, конечно же, лишился и своей башни, федерации в Москва-Сити и вновь чего другого. Против Баклонского возбудили уголовное дело, которое по сей день где-то там бродит по судам. И он даже был выписан из Камбоджи, где, ну, в общем-то, пытался избежать вот именно этих вот последствий хуснулинской деятельности. Но нет, все-таки предстал, там отвечал и извинялся в том числе за это вот высказывание. Ну, говоря о том, что теперь у него самого нет миллиарда, и по большому счету он, в общем-то, по тому адресу, куда всех отправлял не так давно, уже вот сам расположился. Ну, известным очень, так скажем, в узких кругах партнером Хуснулина является Валерий Абрамов. Это просто король госзаказа. Обратите внимание, что про него так мало на поверхности, при том, что он совладелец Евраза вместе с Виксельбергом. И на одной только красе Таврида им были освоены 160 миллиардов рублей. Ну, естественно, что при этом он, конечно же, выполнил так называемое домашнее задание. Какой им они именуют процесс в народе, больше известный как взяткодательство. В общем, это говорит о том, что в этой тесной, так сказать, связи или даже, можно сказать, тандеме, много чего им удается освоить в кавычках из вот этого российского бюджета. Ну, хотя, как сказать, может, и не в кавычках, освоить только ну, по такому своеобразному назначению. Поэтому вот то расследование, которое провели журналисты Центра Досье, они, в общем-то, пришли вот к выводам и нашли всякую недвижимость. И наличие этой недвижимости, что на Лазурном берегу, что в Париже, там, в Серебряном Бару, еще где-то во всяких респектабельных районах, оно, в общем-то, и не удивляет, учитывая масштабы его деятельности, удивило бы обратное, если бы у него как раз ничего этого не было, и тогда бы, наверное, этот Куснулин, в общем-то, оказался где-то вот удивительным образом расположенным между Плюшкиным и Корейко. Кстати сказать, человек с похожей фамилией, значит, Киреенко, кажется, или как-то так, это его зять. И вот там, собственно, досье провело расследование по поводу того, как и куда они, чего там вкладывают. Очень интересное расследование, всем могу рекомендовать. Но тут я вам бы хотела сказать, что удивительное свойство вот у этих вот новоришей, они теперь как-то, знаете, наподобие каких-то монархических, что ли, каких-то правил пытаются прирасти, так сказать, в семью еще какими-то известными казнокрадами. Так вот этот вот зять Куснулина, он все-таки не просто там какой-то студент с улицы, а он сын целого владельца морского Новороссийского порта. То есть вот как бы они перерастают тоже вот щупальцами дополнительными. И вот это, так сказать, особенный вид путинской такой, не знаю, как их назвать, мещане такие реакционные, вообразившие себя элитой или даже какими-то там венциносными монархическими особами. Также я должна сказать, что когда Путин разбомбил Мариуполь, то Куснулин вот именно как такой технократ собрал руководителей разнообразных строительных компаний и предложил им в обход санкции учредить какие-то левые временные какие-то строительные, значит, такие однодневки там или еще как. Но в любом случае следы, конечно, всей этой деятельности ведут к главам компании ПИК, ЛСР, Эталон и других. Ну и что касается вот компании ЛСР, то что-то очень тесно связывает Куснулина с владельцем этой компании. Андрей Молчанов ее возглавляет. Он является приемным сыном Юрия Молчанова, когда-тошнего бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга, а ныне старшего вице-президента ВТБ. И вот этот старший Молчанов в 80-е был проректором по международным связям ЛГУ и туда вот вернулся в отдел кадров из Германии Путин к нему помощником, туда его направило КГБ, поэтому вот тут связь тоже такая прослеживается. Ну и надо сказать, что активность Куснулина в Молеуполе как бы укрепляется что ли еще и сотрудниками из ФСО, которым Путин доверяет, ну, безусловно, в большей степени, так, Пикалев, его когда-тошний охранник, ФСОшник, потом он, значит, был, возглавлял всю охрану Валдайской резиденции ФСО, дальше его назначили вице-губернатором Петербурга, и вот оттуда он направился в Мариуполь, где, собственно, тоже занимает какую-то там позицию в строительной уже части их преступной деятельности, и там вот он освоил довольно большие средства. Считается, что из бюджета Санкт-Петербурга Пикалев уволок на эти стройки 40 миллиардов рублей. Как мы уже с вами сказали, это стройки, которые никто не будет никогда проверять, по той причине, что и этим строителям прекрасно понятно, что уже в ближайшее время, когда вооруженные силы Украины освободят все оккупированные земли, соответственно, то, с чего мы начали, никто не будет и не сможет проверить, куда там какие-то места подевались. И, собственно, вот этот вот приезд, который устраивался ночной или тайный там в Мариуполь венценосных мощей Путина, вот он как раз пребывал вот в таком районе, который они обозвали ненадолго «Невский», и там вот они бродили вместе, и по самому даже вот этому временному их названию можно сделать выводы, что Пикалев вот именно туда приволок какую-то часть из этих 40 миллиардов, видимо, чтобы потом, когда 39 из них бесследно исчезнут, объяснять Путину, что он же видел фасады этих вот посемкинских деревень, которые они там устанавливали. Ну и поэтому хочу сказать только то, что очевидно, что он под санкциями, этот Хуснулин, хорошо бы, чтобы всех остальных тоже не забыли, таких как Пикалев и других преступников путинского режима, которые буквально просто на костях прутся и занимаются своим казнократством дальше отмыванием там на преступных совершенно проектах, ничего не боясь, не гнушаясь. То есть, ну понятно, что они считают свое кривосудие для себя самым опасным, и тут им кажется, что не будет никакого преследования. Но я очень надеюсь, что международное уголовное преследование, как и преследование со стороны Украины, их ожидают в полном объеме. Мария, а что касаемо санкций и последних хитростей, хитросплетений в попытке обойти их? Вот список же, наверное, должен расширяться, и вот такие персонажи, это номер один, кто должен пополнить этот список. Ну, разумеется, я с вами полностью согласна, поэтому я считаю необходимым перечислять в наших эфирах фамилии тех, которые имеют отношение к этой преступной деятельности для того, чтобы никто из них, ну, каждый вкладывает, так сказать, в меру своих, в своего понимания лепту в то, чтобы никто не улизнул и не ушел от внимания. Безусловно, что надо сказать определенно, огромные усилия прикладывает как правоохранительная система Украины, так и волонтеры, которые являются свидетелями по всем этим преступлениям. В частности, то, что Путину был выдан ордер международным судом ГАКским, в этом огромная заслуга и работа как волонтеров, так и свидетелей, так и правоохранительных органов Украины. И надо помнить, что они каждый день ведут эту крупотливую работу, все фиксируют, все эти правонарушения, как бы ни было сложно и больно работать, в том числе со свидетелями, по таким болезненным, чувствительным направлениям. Все равно все фиксируется, и это дает результаты. Поэтому я считаю, что работа ведется кропотливо, тщательно и очень масштабно. И я очень надеюсь, что никому не удастся улизнуть от правосудия. Ну а дальше, я думаю, что в том числе и волонтеры создадут центр наподобие Симона Визенталя. И в конце концов будет объявлена в том числе и охота на тех, кто, ну я не знаю, если уж смогут скрыться как-то от правосудия, будут в любом случае найдены и предстанут рано или поздно перед судом. Спасибо огромное вам, Мария. Спасибо. Безусловно, вопрос важный. Я от себя отмечу, что, кстати, Хуснулин тот человек, который побежал разбираться первым, кто же там кричал из мариупольских окон, это все неправда, это все напоказ. Это когда Путин был в Мариуполе, и когда женщина какая-то выкрикнула, он первый, кто среагировал. Поэтому, да, возможно, на него Путин немножко зубы точит за тот случай неподготовленный, возможно, нет, но такая интересная деталь. Мария Максакова, оперная певица и бывшая депутат Госдумы, была в эфире Freedom.